Сохранить белорусский лес зеленым и чистым для потомков – одна из ключевых задач, которой в год малой родины уделяется особое внимание. Глобальная экологическая акция продолжает набирать обороты по всей стране. Об улучшении санитарного состояния лесных угодий, так называемой лесной дисциплине, заботятся и пинские лесоводы. Подробнее в нашем материале. Лесопарковая зона считается самым проблемным участком лесного фонда Пинского лесхоза. На эту территорию приходится самая большая нагрузка за счет массовых посещений. Легкие города то и дело страдают от бессовестных нарушителей порядка. Силами лесной охраны и волонтеров только за апрель вывезено 15 кубических метров бытовых отходов. Была идеальная чистота в апреле, а на сегодняшний день уже опять единичные элементы бытового мусора присутствуют. И как мы видим, опять же отдыхают и население здесь в лесу. Но и пока еще сознание у нас не на очень высоком уровне. И каждый после себя как бы оставляет этот мусор. Но наша задача не дать ему накапливаться. В этом плане здесь идет ежедневная работа. В последние годы за счет глобального изменения климата лес практически высыхает. Методы решения в этом вопросе общемировые. Пораженные деревья вырубают и высаживают новые, уже на других территориях. Уборка сухостойной и валежной древесины – один из аспектов наведения порядка в лесопарковой зоне. И к нам поступают многие вопросы, вот почему где-то на лесосеке немного остаются порубочных остатков. Я как бы хочу заверить, что уже вот учеными приведена рутинная работа по этому вопросу. И они как бы доказали, что небольшое количество мертвой древесины, оно полезно для леса. Для увеличения биоразнообразия, что-то такое. То есть в этой мертвой древесине сохраняется больше влаги. У нас за сушливый год под этой мертвой древесиной находят убежище лесные муравьи, наши эти первые санитары. А также мы оставляем дуплистые деревья, где видим дуплистые деревья, для того, чтобы нашли свое убежище птицы, которые тоже самое помогают нам бороться с этой напастью, как вершинный шестизубчатый караед. Если нашествие караеда можно назвать стихийным бедствием, то вопрос дисциплины и человеческой ответственности в лесу, в частности загрязнения лесного фонда и нарушения правил пожарной безопасности – тема вечная. Лесных преступников помогает вычислить всевидящее око, замаскированные на деревьях многочисленные фотоловушки, стоящие на страже зеленой зоны. Камеры постоянно меняют местоположение. Тот, кто пожаловал в лес со злым умыслом, не останется незамеченным и безнаказанным. Нарушение влечет за собой административную ответственность и максимальные штрафы в размере до 50 базовых величин. Работают они почти все в онлайн-режиме. Одна из них самая старая, которая осталась, она работает без сим-карты. Все остальные работают сим-картами и передают в онлайн-режиме на мобильный телефон фотографии гослесохранения, на мой компьютер рабочий личный и на планшет для срочного выезда либо принятия оперативных действий по задержанию нарушителей природоохранного законодательства. С начала года в Пинском регионе зарегистрировано 10 фактов нарушения лесного порядка, в том числе два факта посредством фотоловушек. В целом, по словам специалистов, динамика в этом вопросе положительная. С каждым годом экологическая культура растет, число проступков и преступлений сокращается. Сохранить лес для потомков – одна из ключевых задач в год малой родины в Беларуси. А потому поддерживать порядок в зеленой зоне – дело совести каждого.